Совсем недавно для учащихся районных школ прошла туристская игра за Орница, где ребята состязались в завязывании узлов и стрельбе, переправлялись через овраги. Теперь настал черед демонстрировать теоретические знания и практические навыки оказания первой медицинской помощи. В Видновской школе номер 9 состоялся конкурс санитарных постов общеобразовательных учреждений. Бежим, бежим. Так, все хорошо, нормально. Диагноз пациента – рана нижней трети предплечья с артериальным кровотечением. Не пугайтесь, эта девушка всего лишь играет роль на этапе практическое оказание помощи условно пострадавшему в соревнованиях санпостов. Здесь ученики среднего школьного звена показывают все то, чему научились на уроках ОБЖ. Как ухаживать за больными на дому, применение лекарственных растений в лечебных целях, меры предупреждения инфекционных заболеваний и гигиена, история Красного Креста. Самым сложным оказался лекарственная аптека, потому что нам попался вопрос, который мы практически не готовили. Не каждый взрослый сумеет правильно и быстро ответить на вопросы медиков, а команды из районных школ с успехом справляются с заданиями. Ребята стараются, молодцы. Расширяется, по-моему, и объем знаний, и теоретических, и практических. Это в нас усиляет некоторую такую уверенность во взрослых, что наши дети в какой-то чрезвычайной экстремальной ситуации не растеряются и смогут оказать помощь и себе, и своим близким, своим друзьям. Конкурс школьных санпостов – это то лучшее, что было взято из советского времени, когда еще существовала пионерская организация. В Ленинском районе соревнования проводятся уже больше 15 лет. Ребятам участвовать в них нравится. Многие из школьников целенаправленно записываются в санитарные дружины. Получается дополнительное занятие из нашей школьной медсестрой. То есть новое, что ты узнаешь о первой помощи, об инфекционных заболеваниях. То есть какая-то уже подготовка идет к институту. В команде седьмой школы оказалось сразу двое ребят, судьбы которых в той или иной степени связаны с медициной. Настя Левиной – семьи врачей. А Кирилл Дробышевский планирует получить высшее медицинское образование. Я хочу стать хирургом, потому что хочу помогать людям. Может, придумаю, как избавиться от некоторых болезней. У меня папа нейрохирург, а дедушка был хирургом. И я смотрела, что папа приглашал меня на свою работу. Я смотрела, что он делает. Это, в общем-то, интересно. Проводимые состязания санпостов не менее интересны, ведь они включают и проверку знаний правил дорожного движения, и творческие этапы, смотр художественной самодеятельности и конкурс стен газет. Мы узнали что-то новое. Учаясь основам оказания медицинской помощи в такой игровой соревновательной форме, школьники Ленинского района также приобретают навык не терять самообладание в экстренных ситуациях.